Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Посмотрите сегодня в нашем выпуске. Настроение, поздравление, ожидание. Чего ждут кандалакшане от года огненной обезьяны? Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. И сегодня хотим вспомнить события и людей, которые заставили нас гордиться земляками своей малой родиной, которая является частью большой страны. Стремление расти и развиваться не только приветствуется, но и поддерживается. В минувшем году три образовательных учреждения Кандалакшского района были отмечены солидными грантами. По миллиону рублей получили десятая и вторая школы на реализацию проектов по внедрению новых технологий в учебный процесс. Полмиллиона досталось Зеленоборскому ЦРТДЮ. Там уже открылся и успешно работает класс робототехники. Труд, терпение педагогов и родителей не проходят даром. Подтверждением тому высокие результаты в учебе, которые демонстрируют выпускники школ. Девять из них в уходящем году были отмечены медалями Российской Федерации за особые успехи в учении. Еще двое ребят из Кандалакши получили районную награду «Серебряная звезда». Достижения ребят радуют и становятся хорошим стимулом для новых свершений. И вот уже следующее поколение выпускников делает уверенные шаги в науку, а значит и в будущее. Так, по итогам форума «Шаг в будущее» команда юных исследователей из Кандалакшского района завоевала кубок третьей степени. Корни успеха детей в семье и очень радостно, что в нашем районе крепких и дружных семей становится больше. Так, в уходящем 2015 году медалью за любовь и верность были отмечены две супружеские пары Кандалакши. Становченковы Сергей Павлович и Марина Юрьевна. И Власовы Николай Константинович и Оксана Александровна. Секретах семейного счастья прежде всего в поддержке друг друга. Умении слушать и слышать, уступать и прощать. А это большой и порой нелегкий труд, достойный общественного признания и общественной награды. Личное счастье невозможно без счастья других. Так наверняка считают идейные вдохновители акции «Стань донором». Члены молодежного совета смогли в этом году не только собрать и объединить ради одной цели сотни неравнодушных людей, но еще и подключили к этому процессу областную станцию переливания крови. За время действия акции «Стань донором» в ней поучаствовали без малого три сотни горожан. Все вместе они собрали более 150 литров крови и ее компонентов. Инициатива молодежного совета отмечена специальным призом регионального конкурса «Молодежное признание». Свою звезду за реализацию социального проекта получила и общественная организация «Новое поколение». Минувшим летом инициативная молодежь занималась восстановлением памятников на Кандалакшском направлении. Вообще, отметим, в этом году мало что получилось бы без участия волонтеров. Подготовку к празднованию значимой даты 70-летию победы в Великой Отечественной войне они начали задолго до этого события. 9 мая – День Победы. Кандалакшане отметили вместе со всей страной. Чтобы принять участие в праздничном шествии на Центральную площадь пришли сотни горожан. Среди них немало тех, кто присоединился ко всероссийской акции «Бессмертный полк». Люди шли нескончаемым потоком, и у каждого в руках были фотографии родных и близких, которые сражались за мирное небо, но не дожили до 70-летия Победы. Но 9 мая 2015 года они все равно вместе со всеми встречали Великий Праздник страны. Мы гордимся своим городом и людьми, которые здесь живут, творят, радуют, ставят новые рекорды, идут к поставленной цели, несмотря ни на что. Кандалакшские гимнастки, самбисты, боксеры, легкоатлеты, лыжники, саночники – имена наших спортсменов хорошо известны не только в родном городе, но и за его пределами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходящий 2015-й стал знаковым и для футболистов ФК «Кандалакша». Впервые спустя 12 лет они снова чемпионы. Футболисты «Кандалакши» в этом сезоне выложились на все 200%. Не проиграли ни одного матча и в упорной борьбе вырвали у своих соперников долгожданную победу. Участвование чемпионов области состоялось уже под занавес года. Тогда же были озвучены имена лучших игроков сезона. Ими стали Дмитрий Николаев, Антон Злобин и Денис Матьйола. С явным воодушевлением футболисты и гости вечера встретили сообщение о судьбе переходящего приза за победу в Кубке Мурманской области. Он навечно передан в ФК «Кандалакша», потому что наш клуб в этом сезоне стал обладателем этого почетного трофея уже в пятый раз. Они на короткой ноге с Дедом Морозом, потому что таинственно улыбаются, когда он приходит. Взрослые предсказывают осень и зиму еще летом. И даже знают, что скоро появится братик или сестричка. Богата земля Кандалакшская талантами, мастерами, поэтами, музыкантами. Но одни продолжают радовать своим творчеством земляков, выступая на различных городских площадках, другие успевают везде. В минувшем году отличился Зеленоборский театр «Телебом». На Всероссийском театральном фестивале «Карусель» маленькие артисты завоевали главный приз – Гран-при. Мы гордимся успехами и других наших артистов – Дарьи Садовской и Натальей Козловой. В минувшем году девушки пополнили копилку своих наград и достижений – дипломом первой степени регионального молодежного фестиваля «Трасса». Также первое место наши девчонки завоевали на областном литературно-художественном конкурсе «Равнение на победу». А после был международный фестиваль эстрадного искусства «Москва. Транзит. Мурманск», городской открытый фестиваль «Созвездие талантов» в «Полярных зорах» и областной конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Россия молодая». «Россия молодая» Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно, значит кто-то хочет, чтобы они были. И прежде всего этого хотят сами звезды. В минувшем году мы с интересом и волнением следили за выступлением нашего земляка Александра Могилева в шоу «Танцы на Первом канале». Исход танцевальной битвы «Кандалакшанин» стал победителем шоу. Выходи за муж, за меня, своих чувств больше нет, а я каждый миг. О тебе мечтаю, родная. Покорить жителей страны своим талантом предстоит теперь дуэту из «Кандалакши» – Шумковым, Виктору и Демьяну. В начале следующего года на канале «Россия» стартует вокальный конкурс «Новая звезда». Будем болеть за наших ребят. Уверены в успехе наших земляков. В новогоднюю ночь «Кандалакшан» ждет массовое гуляние на Центральной площади и у Дворца культуры. Однако этим праздничная программа не ограничится. В течение новогодних каникул горожан ждет масса интересных мероприятий. 6 января левый берег реки Нива уже в шестой раз соберет спортивную молодежь из 10 городов Мурманской области на первом этапе лыжных гонок на Кубок ТГК. Для участия уже заявилось более 200 детей от 7 до 17 лет. Открытие соревнований состоится в 11.30. В 12 будет дан старт, а в 15.00 на Центральной площади нашего города пройдет награждение победителей. В этот же день, 6 января, в 16.00 вокальная группа театра «Эстрады Шок» приглашает Кандалакшан и гостей города в возрасте от 18 лет на театрализованный концерт «Ночь перед Рождеством». Местом проведения станет Дворец культуры «Металлург». 10 января всех любителей авиамоделирования ждут во Дворец спорта города Кандалакши. Здесь состоятся открытые соревнования по зальным моделям. С 8 по 10 января в ГКЦ «Нива» будет проходить кинофестиваль «Заповедный формат». В этом году на нем будет представлен не только Кандалакшский заповедник, но и также Национальный парк «Русская Арктика» и трехсторонний парк «Пасвик-Инари». Билеты можно приобрести в ГКЦ «Нива» или ДК «Металлург». Стоимость – 50 рублей. Что желают себе и своим землякам Кандалакшане, на что надеются и чего ждут от наступающего года, выясняла съемочная группа программы «Пульс города». Дорогие земляки, сегодня в преддверии 2016 года я обращаюсь ко всем жителям сурового, но прекрасного Кольского края, важнейших северных ворот нашей Родины. Новый год и Рождество – праздники светлые, радостные, по-настоящему семейные. Все вы уделите особое внимание родным и близким, готовите теплые поздравления, сюрпризы и подарки. Но прежде чем поднять бокалы и поздравить друг друга с Новым годом, мы всегда провожаем старый год, вспоминаем все, что было в нем – и радости, и разочарования, и счастья, и потери. Уходящий год не был простым, но несмотря на все испытания, с которыми столкнулся каждый из нас и наша страна в целом, мы достойно их преодолеем. Сейчас особенно ценны наши оптимизм и сплоченность. Каким будет предстоящий 2016 год, зависит только от нас самих. Пусть сбудутся все мечты, пусть во всех делах вам сопутствует успех, пусть ваши дома будут счастливыми, теплыми и уютными, пусть полярная ночь будет казаться короче, а северное лето длиннее и солнечнее. Крепкого вам здоровья и благополучия! С Новым годом! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками, новым 2016 годом и Рождеством. Желаю вам в 2016 году успехов, чтобы все ваши планы, все ваши надежды были реализованы, чтобы каждый житель Кандалажской земли стал жить чуточку лучше, а наш район стал чуть богаче и чуть комфортнее. Здоровья вам, уверенности в будущем, счастья и удачи! С Новым годом! Дорогие земляки, подходит к завершению 2015 год. Для каждого из вас он был особенным, кому-то запомнился яркими впечатлениями, новыми интересными моментами, взлетами и падениями. Пусть тот опыт, который мы с вами приобрели, позволит нам совершать новые открытия, позволит в новом году быть мудрее и умнее. Главное, не терять бодростью духа, желанием работать и работать на благо нашего родного Кандалажского района. Каждого из вас я благодарю за ту помощь, которую вы указывали нам в нашей непростой работе. Каждого из вас я благодарю за вклад, который вы сделали в процветание Кандалажского района. Мы с оптимизмом и верой смотрим в будущее. Мы ведь действительно многое сделали. И я знаю, что в следующем году все вместе сможем сделать еще больше. Дорогие жители нашей любимой Кандаладши, поздравляю вас с Новым 2016 годом и Рождеством Христовым. Пусть все будут здоровы, пусть в каждом доме будет уют, тепло и любовь. Я поздравляю всех с Новым годом, чтобы у всех были улыбки. Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, счастья, успехов в этом году. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Поздравляю всех к жителям Кандала к шестному годам, желаю счастья, здоровья, успехов во всем мире, на всей земле и в душе. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю в следующем году счастья, веселья, удачи. Всем в будущем году сил, здоровья, успехов и всего самого лучшего. Поздравляю свою жену Альбину с Новым Годом, желаю счастья, здоровья, долгих лет жизни. Поздравляю всех Кандалакшан с Новым Годом, я сама с Мурманска, приехала сюда к родителям, поздравляю моих родителей, желаю всего хорошего, ну и всех горожан с Новым Годом. Уважаемые жители города Кандалакша, всех с наступающим Новым Годом, желаю здоровья, успехов, ну и всего самого моего лучшего. С наступающим Новым Годом, Годом обезьяны, желаю мирного неба над головой, потому что сейчас у нас как бы это актуальный вопрос, да, счастья, здоровья, любви, чтобы все в семье было хорошо, у всех, чтобы зарплата была достойная, работы была достаточная, чтобы детки были у всех, росли послушными, хорошими. Поздравляю с Новым Годом, всех Кандалакшан и, конечно же, зеленоборчан, потому что я сама из Зеленоборска. Желаю всем успеха, уюта, доброго здоровья, всех благ родным, близким, чтобы в нашей Кандалакше прирастало с каждым годом лучшее и хорошее. Поздравляю маму с Новым Годом, всех своих друзей и весь город в общем. Надеюсь, что улицы станут чище, управляющие компании выполнили свои обязанности и у всех было хорошее настроение. Хорошая погода, чтобы была, чтобы все были счастливы и здоровы. Хотелось бы на благо страны что-то, чтобы, например, какие-то, например, порт, чтобы восстановили. Вот из Белого моря хочется, конечно, восстановить наш порт. Вот, и было бы очень здорово, чтобы у людей появилась работа, потому что это, наверное, самое главное, у нас поселок замер, можно так сказать. Ну, я надеюсь, что с ценами косяков не будет, там сильно не завысят, хотя завысят же, конечно. Ну, в целом-то, может, все процессовать будет, я, конечно, это надеюсь. Нам самое главное, чтобы не было войны, наше поколение. В следующем году будет лучше, чем в прошлом, это самое главное ожидание. С Новым годом, Кандалакши! Я желаю вам счастья, чтобы вы никто не болел и дети, которые в школе получали одни пятерки. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю счастья, счастья и конфет! Идите все в лес, не сидите много за столом, не сидите за столом, занимайтесь спортом, своим здоровьем. Много не ешьте, много не пейте. И любите нашу природу, пожалуйста, не захламляйте нашу, прекрасную нашу, любимую природу нашу. Сотрудники телеканала ТНТ Кандалакша присоединяются к поздравлениям. Я и мои коллеги желаем вам и вашим близким здоровья, благополучия и успехов. А мы с вами увидимся уже в следующем году. До встречи в эфире нашей программы.